итак всем привет привет как меня видно слышно давайте с вами по традиции проверим связь поставьте от 1 до 10 как меня видно слышно пока я также у себя сделаю обновление чтобы у меня было чтобы я сама понимала что меня видно слышно потому что возможно что-то и со связью я вижу что меня видно слышно в принципе вы меня должны хорошо видеть слышать давайте еще раз проверим связь как меня видно слышно поставьте от 1 до 10 я себя точно вижу в звук проверить не могу по той простой причине что у вас тогда будет двойной звук на сегодня в эфире находится не очень много человек да то есть ну и в принципе это очень круто потому что дошли до конца не все дошли только некоторые только те кто набрал нас 80 баллов но либо забронировал место 8 слотиков ну что коллеги был была достаточно сложная предыдущая неделя мы встречались в эфире на протяжении четырех дней а потом у нас были выходные вот сегодня понедельник и сегодня также сложный день почему потому что у кого-то он первый рабочий день да то есть мы принципе пятница немножко расслабляемся а сегодня мы прям так вот начинаем вот скажем так для многих это сложный день по времени сегодня наш вебинар займет примерно 40 минут-1 час да то сейчас это будет максимум то что у нас будет на нашем вебинаре и сегодня у нас не будет такого обучающий да прям вот там что-то так то посмотрите вот это сделать и сегодня у нас будет такое скажем так общее что должен знать аукционный брокер при работе это скажем так такие небольшие мои лайфхаки наработать наработки которые вам пригодятся для работы ну что коллеги начинаем итак давайте с вами посмотрим у нас на текущий момент занято 75 мест процентов мест на курс так и получено более ста заявок всего лишь два дня большинство из вас я точно знаю что уже оплатили курс кто-то еще не да то есть но просто вам количество показывают для того чтобы у вас было время определиться что мы с вами будем сегодня проходить и что нас с вами сегодня ждет итак нас сегодня ждет различие между онлайн и оффлайн торгами то есть в каком случае требуется электронная цифровая подпись каких нет каких торгах заносит черный список когда и в каком случае опубликованы фотографии система сбисали как сократить время поиск лотов земельные участки за 0 рублей правда или ложь аренда на 49 лет что это такое земельные участки или как приобрести их собственность задаток в каком случае он нужен а в каком нет аренда для малого и среднего бизнеса в чем плюсы и минусы где искать конфискованные машины сделал доход на подготовке документов и так коллеги дайте мне обратную связь поставьте мне пожалуйста плюсики если вы готовы мы можем начинать Людмила доброго вечера поставьте мне плюсики если вы готовы начинать дайте обратную связь плюсики я вижу первый плюсик который пошел так я вижу что пошел первый плюсик 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 татьяна плюсик дмитрий александров владимир ильнур людмила и так далее это круто-круто вот который александр сергей у нас уже кстати 30 человек и думала будет на самом деле очень меньше но тем не менее и так идем с вами далее и так первое о чем бы мне хотелось с вами поговорить да то есть прям обсудить это различие между онлайн и флайн торгами то есть в каком случае нас требуется электрон цифровая подпись в каком случае нет мы уже с вами разбирали что такое электронная цифровая подпись и принципе как как с ней работа да то есть какие то вопросы были давайте с вами более подробно об этом поговорим да то что такое онлайн торги онлайн торги то мы когда с вами да то стану дома перед ноутбуком у нас вот есть вот такая вот флешечка называется она электронно-цифровая подпись с интернетом участвуем в торгах да то есть мы участвуем на электронной торговой площадке участвуем дистанционно как это выглядит можете на моем youtube канале пересмотреть там очень кучу видео на самом деле где мы для я делала трансляции о том как можно как мы участвуем в торгах причем там не все успешные трансляции там есть трансляции на самом деле где и в принципе мы проигрывали что такое оффлайн торги оффлайн торги это когда организатор торгов указал вам какой-либо адрес и вы туда самостоятельно своими ножками приезжаете и там путем поднятия карточек участвовать в торгах то есть вам там электронная цифровая подпись не нужна теперь очень здесь важно разобраться да то есть когда мы работаем с торги гофру торги гофру не является у нас площадкой именно то есть это у нас агрегата для поиска информации именно официальной но это не является площадкой для проведения торгов давайте сейчас я вам покажу где искать да то есть и как понимать что это онлайн торги либо оффлайн торги сейчас я сделаю трансляцию и мы с вами перейдем прямо на торги гофру и посмотрим вот мы находимся на торги гофру да то есть вы уже знаете этот сайт уже много с ним работали знаете что официально это официальный сайт для запущения информации о проведении торгов и допустим давайте выберем любые торги но пускай будет у нас аренды и продажи земельных участков к примеру выбираем аренды и продажи земельных участков нажимаете процессе подачи заявок но можете выбрать любой регион который нас в принципе интересует и вот самый первый лот который мы возьмем ну пускай вот будет дагестан договор аренды датом дагестан в принципе это может быть абсолютно любого лот нам на самом деле это без разницы и так мы выбрали здесь мы видим организаторы торгов и дату и время окончания приема заявок то есть нас интересует именно эта цифра даты время окончания это первичное дальше мы спускаемся вниз да то есть и здесь что мы с вами можем посмотреть если мы перейдем во вкладку общие да именно во вкладку общие то есть здесь у нас есть порядок и место подачи заявок то есть здесь мы видим где принимаются заявки то есть здесь у нас указан адрес а не электронная торговая площадка да то есть видите значит мы понимаем что это у нас у флайн торги то есть здесь нет площадки здесь указан адрес то есть нам нужно будет приехать и привести заявку именно по вот этому вот адресу это первое куда мы подаем заявку и плюс у нас есть место проведения аукциона то есть место проведения аукцион это могут быть абсолютно на самом-то деле разные прям адреса указаны ничего здесь такого страшного нет да то здесь важно именно все это во время посмотреть чтобы не приехать не скажем так никто место теперь давайте с выберем другую например секцию какая-то будет приватизация нажимаем также например процессе подачи заявок и выбираем абсолютно любой лот который приглянулся пускай вот будет крым нажимаем смотрим что это за лот да то есть какую-либо первичную информацию и дальше если мы перейдем в раздел общее также да спустимся немножко вниз у нас здесь будет указано место и порядок подачи заявок на участие здесь указана площадка вот эту дату с рослел торг рослел торг это у нас федеральная площадка с которой в принципе мы работаем не работает секция приватизации да то есть это одна из площадок список площадок на своем расширенном курсе естественно полностью всем я даю мы их изучаем ну и соответственно здесь вы ищите торги и можете зайти и перейти и поучаствовать здесь торгах то есть это значит что это онлайн торги и нам здесь нужна электронно-цифровая подпись я надеюсь что это все было несложно да и понятно еще раз напомню что на расширенном курсе мы конечно же все это будем разбирать от начала до конца идем с вами далее теперь следующий вопрос который меня интересовал то есть многие ученики не знают о том что в муниципальных торгах до государственных торгах у нас есть некоторые секции которые заносят черный список что значит черный список например если вы выиграли торги и по какой-то причине не стали заключать договор купли-продажи либо не стали поплачивать полную стоимость объекта то в этом случае вас заносит черный список на три года и вы не можете участвовать в торгах и давайте я вам покажу что это за секции как с ней принципе работать итак тот же наш сайт да то есть торги go from и здесь у нас только в одной секции заносит черный список это аренда и продажа земельных участков то есть в аренде продажа земельных участков заносит черный список дальше в процессе подачи заявок мы нажимаем ну и далее в принципе можете выбрать можете не выбрать да то есть любой лот если мы с вами поучаствовали в торгах и не стали заключать договор то мы попадаем с вами вот сюда реестр недобросовестных участников то есть как вы видите да то есть здесь пока не найдены ни одной записи потому что те кто работает у нас исключительно с торгами да то есть те кто работают земельными участками они не отказываются то есть если они выиграли лот они его забирают потому что в течение потом трех лет они не могут там участвовать то есть если кто-то будет из учеников да то есть из присутствующих здесь вот так вот сделает то вы автоматически будете туда попадать из организатор торгов вас будет в этот список заносить поэтому будьте здесь внимательны и осторожны то есть еще раз в земельных участках аварии продажи земельной участок заносит в черный список участника который отказался от заключения договорки куплипродажи и либо не оплатил полную стоимость имущества да то есть полную стоимость с лото его вносит в черный список и он не может участвовать в торгах 3 года это такой небольшой лайфхак лайфхак поэтому будьте здесь внимательно. Следующее, когда и в каком случае опубликованы фотографии? Безумно много вопросов по этому поводу, когда и в каких случаях опубликованы фотографии, да, то есть почему, потому что в 90% случаев на муниципальных торгах у нас в принципе нет фотографий. С чем это связано? На самом деле организатор торгов не обязан публиковать фотографии, да, то есть организатор торгов обязан вас ознакомить с имуществом. То есть для того, чтобы посмотреть, как, например, выглядит у нас лот, вам необходимо что сделать? Вам необходимо, например, позвонить организатору торгов, либо по e-mail ему отправить сообщение, да, то есть он называется у нас запрос на профессиональном сленге, для того, чтобы он вам предоставил фотографии, состояние объекта, да, документы и отчет оценщика. Иногда это может быть просто отчет оценщика, потому что этого будет достаточно, там будет все размещено. Вот, теперь, где они у нас опубликованы, да, то есть давайте перейдем к нашему сайту и посмотрим. Если мы с вами перейдем в главную, ну, во-первых, земельные участки и аренду, да, то есть аренда безвозмездное пользование мы сразу убираем на все 100%, то есть у нас остается только продажа государственного и муниципального имущества. Теперь смотрите, здесь у нас есть способ продажи приватизации, да, то есть здесь абсолютно все разные участия. И вот у нас есть два варианта, это продажа обращенного в собственность имущества государства более 100 тысяч и не более 100 тысяч. Вот здесь у нас размещают, ну, практически 80% имущества, да, то есть, ну, вот к примеру имущества металлолома, да, то есть заходим, здесь есть изображение лота. Если нету здесь изображения лота, то можем зайти в документы и посмотреть, да, то есть видим, что погрузчик там за сколько, за 8 рублей, ну, тоже погрузчик за 8 рублей, да, то есть, ну, понятно, что он идет на металлолом, возможно, например, резина там, руль, еще что-то можно там продать. Вот именно в конфискованном имуществе, да, то есть обращенном имуществе, вот там фотографии у нас публикуют практически в 90%, но бывает редко, что не публикуют, но в основном их публикуют, чтобы было больше покупок. Во всех остальных видах торгов, да, способе приватизации, именно там аукцион, конкурс и так далее. Там нигде не публикуют аренду и земельные участки, в принципе, не берем во внимание, то есть не надо даже тратить свое время и что-то там искать. Там напрямую мы связываемся либо с организатором торгов, либо уже делаем запрос. Следующее. Система СБИС или как сократить время поиск лота. Вообще, что это такое и с чем это едят, давайте я вам сейчас расскажу. Что такое система СБИС? У нас есть коммерческая, да, то есть коммерческий агрегатор, а есть официальный. Вот торгов это у нас официальный агрегатор, с которым мы с вами работаем и, в принципе, будем работать на протяжении всего времени. То есть ни один, ни какой, ни один, да, то есть агрегатор коммерчески не заменит именно официальный источник информации. Сейчас я вам прям перейду на систему СБИС и покажу, как она сокращает время поиска лотов. Переходим на систему СБИС. И вот мы находимся в системе СБИС. Здесь у нас есть, да, то есть контакты, телефонии, задачи, бизнес, партнеры, документы, компании и календарь. То есть я вам хочу показать компании и реализацию имущества. То есть это то, что у нас сейчас продается. Здесь у меня более расширенная версия. Здесь у меня все торги плюс закупки, да, то есть мы с этим, вам это не нужно. Я вам покажу самое облегченное, что вам необходимо. То есть здесь у нас есть площадка. Здесь мы уже выбираем, что интересует нас. Меня интересует в данном случае, например, приватизация, торги го, приватизация. Далее, меня интересует земля, земля, меня интересует аренда. аренда, да, то есть почему я знаю, как он называется, потому что я это лично сама называла. Здесь меня интересует на этапе приема заявок и, например, место исполнения. Так, Томская область. Дальше я выбираю Томский район и выбираю Томск. Я выбираю Томск. И, к примеру, здесь я могу поставить исключительно цену, да, то есть меня интересует только то, что стоит 10 до 10 тысяч рублей. Все. Нажимаю найти. И здесь мне показывается, что у нас текущий момент в Томской области 146 открытых торгов, да, до 10 тысяч рублей. И вот здесь вот я могу зайти и посмотреть. Вот доска пиленная, да, 1100 штук, ну, 7 тысяч рублей. Я вижу, что нежилое помещение для объектов культурного наследия и так далее. То есть вот это вот все, я могу зайти, смотрите, земельный участок. Продается вот земельный участок, да, то есть и так далее. То есть можно без проблем зайти, посмотреть, что здесь продается. Ну, например, давайте перейдем в карточку лота. И вот мы смотрим, что здесь есть. Мы видим, что здесь начальная цена. Здесь у нас есть все документы. Если бы здесь были фотографии, мы бы их увидели, то есть мы бы без проблем перешли и посмотрели, что там за фотографии. Здесь есть номер организатора торгов. И самое главное, что здесь есть прием заявок до какого времени. Плюс у нас, в принципе, здесь вот пишется, сколько осталось до приема заявок, что сокращает время поиска лота. Также у нас здесь есть компании. Например, мы можем посмотреть о компании, да, то есть, ну, что-либо. Пускай будет, ну, что мы посмотрим. Пускай будет, о, 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 там, капитал. Капитал, да, то есть, выберем. Ну, пускай будет капитал групп город Москва. Не знаю, что это за компания, да, то есть. Да, ну, раз не знаю, здесь и нету информации. Ну, и пускай будет вот такая. Пускай будет Сибагра. А тоже нету. Почему-то не пишется. На самом деле, здесь у нас очень много должно быть. Можно выбрать Томск. Очень бывает много информации, что у нас пишут, да, то есть, мы, в принципе, можем проверить, что у нас ходят контакты. Ну, сегодня не наш день, сегодня как бы не пишут. Возможно, идет разработка. Обычно здесь полный отчет информации по компании, ННН, да, то есть. И здесь мы все можем посмотреть, с долгом, с недолгом. Ну, пускай будет. Давайте посмотрим вот так вот. от Аманова и ЮБ, да, то есть. Давайте посмотрим меня. И по Амановым. Например, вот ИП от Аманова, да, то есть. Здесь, а, ну да, у них, видимо, идет какое-то обновление, потому что здесь у них ничего нету обо мне. Потому что обычно они показывают кучу-кучу-кучу всего. То есть, здесь, видите, если все это подкреплено, да, то есть в официальных источниках можем и в ВКонтакте, и в Одноклассники перейти, и в Телеграм, и в Скайп, и в Скайп, и так далее. Ну, то есть, видимо, просто идет небольшое обновление. Такое периодически бывает. То есть, там полностью вся информация о лотах. Итак, там есть полностью вся информация обо всем, обо всем, да, то есть это безумно сокращает время. Чего нужны компании? Компании нужны, если мы, например, работаем с имуществом должников, да, то есть мы их там проверяем. Мы физических лиц там проверяем. Любую организацию, которая выставляет имущество на торги, мы также это все там проверяем. Потому что это все необходимо именно, да, то есть для анализа, юридического анализа объекта. Так, Людмила Исаенко. В черный список на всех площадках, в черный список вносят у нас только в секции земельные участки, да, то есть вот только в земельных участках вносят черный список. Запомните это раз и навсегда. Это аренда и приватизация, то есть продажа государственного и муниципального имущества у нас не входит. То есть там нет, там не вносят. Итак, идем с вами далее. Земельные участки за 0 рублей, правда или ложь? Да, то есть давайте прям посмотрим, что это за земельные участки за 0 рублей и что мы с ними будем делать. Возвращаемся к нашему сайту торги.gov.ru. Все то же самое в процессе подачи заявок. Здесь у нас есть тип размещения. Он обеден не участвовать в аукционе, да. То есть как мы видим, сколько-то квадратных метров 0 рублей. Сколько-то квадратных метров 0 рублей, да. То есть здесь 571 открытый, да, то есть лот. И получается, что везде за 0 рублей. Что это значит, что это за 0 рублей и что вообще с этим делать, да, с этими 0 рублями? Смотрите, земельные участки у нас выставляются на продажу либо по кадастровой стоимости, либо по рыночной. То есть на осмотрение организатора торгов. Как это все более подробно делается по документам, это все рассказываю на своем расширенном курсе. Но мне бы хотелось, чтобы вы не питали себя иллюзиями, не питали себя надеждами по земельным участкам именно, да. То есть и чтобы вы не смотрели на такие земельные участки. Почему? Потому что эти земельные участки выставляются исключительно для выявления спроса. Да, то есть просто спрос делают. И если вы подадите свое намерение участвовать в аукционе, то в этом случае данный земельный участок будет выставлен. Будет выставлен примерно через полгода-год. И будет выставлен по цене либо кадастров, либо по рыночной. Вас в этом случае просто пригласят на аукцион. Я думаю, что здесь понятно, это не сложно. Теперь следующее. Аренда на 49 лет. Что это такое? Что это едят? С чем это едят? Я имела в виду, что здесь аренда на 49 лет. Это именно в аренде. В аренде, да. То есть давайте перейдем и покажу, чтобы не было путаницы. Вот виды торгов. И первое это у нас аренда. Переходим в аренду. В процессе подачи. И можем выбрать, да. То есть тип нам не нужно. Понятно, что это не жилое, да. То есть жилое, не жилое, недвижимое. Давайте посмотрим. Здесь аренда 5 лет. 5 лет в 5. И вот здесь нам нужно любое. То, что у нас относится к... Давайте я выберу Томскую область. Потому что я знаю, что у нас здесь есть аренда на 49 лет. Тогда мне не придется долго искать. Для вас объекты. И вот аренда, да. Там на 49 лет. Вот. И причем она по смешной цене, да. То есть 3263 рубля и 144 квадратных метров в центре. Если мы с вами адекватны, да. То есть если мы, например, перейдем, мы здесь ничего не найдем. Но если мы с вами будем использовать, например, улица 93. Если мы с вами откроем какую-либо Яндекс.Карту. Да. То есть видим Советская 93. И прямо перейдем в панораму. Вот она, Советская 93. Что мы с вами видим? Что это просто какой-либо заросший, заброшенный дом, да. Причем в 2000... Это было в 2018 году. Вот. Посмотрим. Это был жилой дом. В 2010 году, да. То есть в 2015 году. Этот жилой дом уже был подзаброшен. То есть 5 лет дом стоит без хозяина. Ну и соответственно в 2018 году. Он уже выглядит вот в таком состоянии. Что такое аренда на 49 лет? Аренда на 49 лет это такие объекты, которые относятся к деревянному зодчеству, да. То есть каким-либо там... К историческим, да. То есть это то, что требует больших вложений на текущий момент. Что в принципе не у всех может быть. И не то, чтобы, например, вам средств не хватит, да. То есть сразу скажу, ты не 1 миллион рублей, да. То есть это 3-4 миллиона минимально. И то, что будет вам принадлежать на протяжении 49 лет. Далее это все уйдет обратно государству. Государство будет распоряжаться тем, как оно есть. Это первый такой момент. Второй момент, да. То есть что у нас здесь? Что в аренде на 49 лет вам просто может не хватить каких-либо знаний. Не может не хватить, да. То есть каких-либо знаний, чтобы, например, узаконить это все, да. То есть там должно быть полностью... Если это дом, например, он должен быть покрашен в краску, которая была еще построена там в 70-х, 80-х годах. Поэтому 49 лет арендой мы не работаем. Ну, то есть вообще никогда забудьте про то, что это есть, и не тратьте на это свое время. Следующее. Земельные участки или как приобрести земельный участок выгодно в собственность. Ну, для этого, наверное, нам все-таки нужно перейти к нашему любимому сайту, да. То есть сайту торги.gov.ru. И вот здесь у нас находятся земельные участки. Очень много запросов мне поступает по поводу земельных участков, да. То есть здесь первично, что мы делаем? Мы задаем вопрос о том, что вас интересует что? Земельный участок в аренду на сколько-то лет? Или вас интересует земельный участок в собственность? Если нам говорят в собственность, мы предлагаем, например, собственность. Но я предлагаю больше части брать в аренду, потому что это получается выгоднее. Здесь вид договора аренды. И нажимаем поиск. И здесь мы, например, можем видеть, да, вот смотрите, 10 соток, Московская область, ежегодная арендная плата 50 тысяч рублей. Да, то есть, ну, здесь вот видим, что договор аренды, например, 500 рублей. И дальше переходим и смотрим, для чего это, да. То есть смотрим, что земли для населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Если вам показалась цена сейчас достаточно высокая, 50 тысяч рублей, то я могу сказать, что для Московской области это невысокая цена. То есть, когда у нас земельные участки выставляются в аренду, цена у нас идет от 1,5%, да, от кадастровой стоимости, либо от рыночной, они смотрят ежегодно. Да, то есть, и вот мы это платим ежегодно, ежегодно, ежегодно. Теперь, поиск в течение трех лет. Если мы с вами выполняем условия, если мы заливаем фундамент, если мы строим дом, да, то есть, ну, дом 3,6 квадратов, там окно, печечка и так далее. То в этом случае мы имеем право приобрести данный земельный участок в собственность. Мы имеем право именно его приобрести. Итак, теперь задаток. В каком случае он нужен, а в каком нет, да, то есть, в каком случае мы его платим, а в каком нет. Ну, первое, что необходимо сделать, это, наверное, стоит перейти на сайт торги GoFru и давайте еще раз посмотреть. Сегодня, скажем так, такое. Давайте перейдем и посмотрим. Выбираем секцию. Ну, пускай будет. Перешли на торги GoFru и пускай будет эта секция приватизация. И дальше, что мы смотрим, да, то есть, ну, пускай будет, давайте возьмем, например, без объявления цены. Любой объект, любой лот берем, то есть, здесь это не принципиально, важно, чтобы у нас было просто понимание. И, например, возьмем Московскую область, да, вот здесь движимое военное имущество. Спускаемся немножечко вниз и мы видим, да, то есть, что размеры задавки здесь 0 рублей. То есть, это значит, что нам не нужно ничего с вами вкладывать для того, чтобы поучаствовать в торгах. Либо, если мы, например, возьмем, ну, пускай будет, давайте, недвижимое имущество, да, то есть, я все равно уже более-менее разбираюсь, чем работать, да, пускай это будет такое. Выбираем лот любой, и дальше смотрим. И здесь, смотрите, здесь уже размер задавки 27 на 600. А, то есть, размер задавки 27 600. Итак, здесь у нас он уже есть. Так, идем с вами далее. Переключаем. Так, Александр Межреков. Как часто муниципалитет отказывает в приобретении после трех лет? Из мельных участков он не имеет права отказать, если это, например, ИЖС. А если это, например, если это приватизация, то имеет право отказать. То есть, они сами там доставляют на продажу. Итак, идем с вами далее. Теперь, аренда для малого и среднего бизнеса. В чем плюсы и минусы? Самый огромный плюс для аренды для малого и среднего бизнеса в том, что у нас там аренда на льготных условиях, да, то есть, на 30% мы всегда можем рассчитывать, что у нас будет дешевле рынка. Теперь, какой у нас есть огромный-огромный минус, да, здесь давайте прям перейдем и посмотрим. Теперь у нас огромный минус в том, это аренда для малого и среднего бизнеса, это именно какой-либо недвижимости, да, то есть, то, что находится в секции аренды. Здесь что мы видим? Что только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Если мы поставим эту галочку, да, то есть, мы здесь можем видеть то, что, ну, да, оно дешевле рынка, как я уже говорила, минимально на 30%, но есть одно такое большое но, что здесь запрещена субаренда. То есть, если работает для субаренды, даже не тратьте свое время, да, то сразу это запоминайте. А если у него задаток, но не купил объект на торгах, задаток сгорает или возвращается, задаток, конечно же, возвращает. Задаток, нет, задаток сгорает. То есть, все. Если вы не заключили договор, если вы не внесли полную оплату, то, Владимир, задаток вы, конечно же, теряете. Не важно, там будет 20, 30, 40, 50 миллионов, да, то есть и так далее. Итак. Далее. Где искать конфискованной машиной, как сделать доход на подготовку документов? Тоже такой интересный вопрос, который мне очень много пишут. Да, то есть, у нас есть система СБИС, с которой мы работаем, то есть, я ищу машины там. Но, если нет возможности, например, приобрести эту систему, такое тоже бывает. Может быть, и прям мы смотрим это все на сайте, тогда на нашем торги GoFru. Итак. Давайте переходим к нашему сайту еще раз и посмотрим. Конфискованные машины, то есть, те, что конфискованы на таможне, они у нас продаются исключительно на... В секции приватизация, да, то есть, вид торгов у нас приватизация. Здесь вот есть способ продажи. Обращенное имущество более 100 тысяч и не более 100 тысяч. То есть, здесь мы выбираем, выбираем вручную движимое имущество, да, то есть, и нажимаем поиск. И вот среди всех вот этих вот зубная щетка, да, видим электрическая, там вот наручные часы и так далее. Вот с этого, да, то есть, вместо вот этого всего разнообразия, здесь вот мы смотрим, где у нас конфискованы вот эти вот автомобили. И прямо их ищем, 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 да, то есть, все это себе самостоятельно делаем. Ну, только так, по-другому мы автомобили здесь, к сожалению, никак не сможем найти, да. То есть, у нас есть более 100 тысяч и не более 100 тысяч. Также мы выбираем движимое имущество. Тоже можем посмотреть, что у нас здесь есть, да, вот игровые джойстики, оборудование, конструкции и так далее. То есть, только вот здесь вот мы смотрим то, что конфискованы. Но чаще всего такие конфискованные автомобили у нас без документов, мы их не можем потом поставить на учет. Это тоже очень важно учитывать, то есть, как с этим работать имуществом. Денис, если не выиграл торги, если вы торги не выиграли, то да, задаток вернут. И если вы отказались подписывать договорку при продаже, либо не внесли полную стоимость, то да, его не вернут. Вы действительно правы. То есть, так оно и есть. Ну что, коллеги, дайте мне в чат, была ли сегодня информация для вас интересной? Ну, то есть, узнали вы ли что-то сегодня новое для себя? Напишите мне да, либо нет. Напишите мне, была ли сегодня для вас информация прям вот интересной? Сергей пишет, да, Татьяна, я вижу, да, Денис, да, Ильнур. Спасибо, круто, что она для вас была действительно очень полезной информацией, да. То есть, для того, чтобы... На самом деле, да, то есть, я вам открою секрет. Чтобы вот эту информацию действительно получить, узнать это, нужно очень куча времени и куча опыта. Причем это ни одного человека и ни одного года времени, да. То есть, здесь вы ее получаете абсолютно бесплатно. Потому что я думаю, что, в принципе, я не скажу, что, возможно, кто-то уже какую-то знал, да, то есть, информацию, кто-то какую-то не знал, такое тоже может быть. Борис, все супер, а можно вкратце, как искать покупателей на лот? Борис, можно, но я ее рассказываю на своем расширенном курсе. Потому что так, ну что я вам скажу, бесплатные площадки. Ну вот, бесплатные площадки, все это самое вкратце, что я вам могу сказать, да. То есть, где искать покупателей, да. То есть, это самое основное, где их искать. И этому посвящен целый урок, целый отдельный модуль. Что, как искать информацию. Итак, коллеги. Идем с вами далее. Бизнес на муниципальном имуществе, да. То есть, вы на протяжении всех пяти дней видели одну и ту же картинку, да. То есть, у нас идет поиск лота, у нас идет анализ. Выбор стратегии, получение прибыли, поиск инвестора здесь же входит. Это участие в торгах и это получение своей заветной прибыли. Что вы здесь получите, чему вы научитесь? Вы освоите все необходимые навыки с нашей помощью, что сэкономит минимум полтора года вашего времени. Мы научим вас стабильно зарабатывать от 50 тысяч рублей. Почему я говорю мы, да, то есть, а не я. Потому что у меня есть команда, с которой я работаю. У вас всегда будет поддержка в виде партнеров, единомышленников, с которыми вы можете переписываться в чате. У вас всегда будет доступ к пошаговой инструкции и по заработку на торгах. Мы всегда готовы помочь в поиске лотов и последующей продаже, а также найти инвестиции для реализации своего, вашего лота. Я уже говорила, для тех, кто не помнит, что это значит. Это значит, что у вас есть интересный лот. То я готова пожертвовать своими инвесторами, да, то есть, вместе с вами проработать, да, то есть, посмотреть, действительно ли он хороший лот. Если он очень классный, то зайти в торги от имени инвестора, приобрести, конечно же, да, то есть, заработают в данном случае все. То есть, да, можно сделать и так. Итак, совсем скоро стартует мощность недельный авторский курс, который называется «Реальный бизнес на муниципальных торгах», где мы глубже прорабатываем все темы. И вот, кстати, знаете, я хотела что сказать. Было безумно очень много вопросов мне в личку, да, о том, что «Ой, а скиньте мне шаблон договора», «Ой, а скиньте мне там шаблон заявки», «Ой, а скиньте мне это», «Ой, а подскажите», «Ой, а сделайте». И причем я посмотрела, я посмотрела по спискам, и все, кто мне так писал, ни один, да, то есть, ни один не забронировал и не приобрел курс. Мне здесь очень стало странным, да, то есть, к тому, что вы пришли на бесплатный марафон, абсолютно бесплатно, вы получили много информации, да, то есть, я перед вами нахожусь в эфире, вот сегодня уже пятый день, мы столько времени познакомились, и почему-то кто-то из вас посчитал, что этого очень мало, да, то есть, и вы захотели еще больше информации, и вы начинаете, скажем так, наглеть и просто писать мне в личку, что сделайте мне это. Кто-то мне скинул просто лоты, да, то есть, ссылки на лоты, ну, там, норм, нет, посмотри. Кто-то там скинул какой-то лот, да, то есть, и мне нужен инвестор, да, то есть, либо дайте мне денег, либо помогите мне найти инвестора. Я считаю, что это сверх какого-либо хамства, да, то есть, ну, и, соответственно, немножечко, все равно рамки какие нужно знать. Я, несмотря на то, что я добрая, я всегда готова людям помочь и прийти на помощь, но бесплатно давать информацию, то, что стоит денег, да, то есть, то, что я наработала годами, я не просто ее наработала, сидя дома там в ноутбуке, да, то есть, это потрачено какое-то время, нет. Это были онлайн-торги, это были оффлайн-торги, это были куча опыта, куча времени, куча судов, да, то есть, походы в рост реестр и так далее. То есть, это было тысяча площадок на аккредитации. Это были огромные потери денег, и вы сейчас просто хотите, чтобы я взяла, и бесплатно вам отдала свой опыт. При этом, при всем, вы ничего, абсолютно ничего не хотите дать взамен, кроме того, что, ну, если что-то в регионе в нашем будет, то вы пишите, мы съездим на осмотр. То есть, давайте немножечко уважать друг друга. Я уважаю вас, вы уважаете меня. Итак, идем с вами далее. То есть, мы прям прошли пять этапов построения бизнеса, да, то есть, мы всего на пятинедельном, пятинедельном, пятидневном нашем марафоне прошли два этапа. Два этапа – это поиск лотов, да, то есть, вот он, поиск лотов и анализ. Это те этапы, которые проработала я сама. Это то, что работает на сто процентов миллиардов раз. То есть, мы прошли только два этапа, я проработала эти пять этапов. Упростила полностью программу для того, чтобы она была вам понятна, да, то есть, у меня было уже несколько запусков. Я работала в огромный минус, да, то есть, были запуски. Помимо того, что у меня были запуски, у меня еще, да, то есть, я понимала, что где-то у меня есть какие-то недочеты, мы все это регионально меняли, 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 плюс у меня был специальный, да, то есть, методист, методист, который отвечает за учебную часть, который полностью все это редактировал адаптировал чтобы все это было не просто чтобы это я понимала чтобы это понимали еще мои ученики это наверное такой один из лучших курсов принципе один из лучших запусков который я буду делать сейчас потому что сейчас уже максимально все изменено изменено изменен в общем произошли обновления у нас плюс 4 по москве поэтому я извиняюсь дата сегодня понедельник у меня также тяжелый день тем не менее я нахожусь в эфире и тогда ты 2021 году у нас произошли изменения сайтом колоссальные изменения сайтом торгов добавились законы какие-то законы убавили да то есть все это измене изменилось и все это я подготовила именно для вас для того чтобы вы могли с этим спокойно работать и поэтому это будет один из лучших моих запусков да то есть не знаю что будет потом потом возможно может это все будет записи может принципе это все не будет да потому что это очень трудозатратно трудоемко и очень много времени и это уходит да то есть особенно так хозут очень много моей энергии потому что вы видите меня да то есть вы можете забирать моя энергия а я ваш нет потому что я вас никого не вижу тат уж вы именно вы меня видите в эфире именно вы меня видите в экране. Итак, по всем этапам я проведу вас за руку от А до Я, да, то есть все это будет и обратная связь будет от меня, да, несмотря на то, что есть куратор, обратная связь будет от меня, я буду находиться в чате, я буду все это обязательно контролировать. Главный результат, который вы получите, это хороший, а самый главный стабильный доход. Этот доход должен вам позволить уволиться с вашей работой, но я вам не говорю сразу бежать, увольняться с работы, да, то есть чтобы вы могли там, конечно, увольняйтесь, работайте с торгами, нет, вам сначала нужно здесь разобраться. Для того, чтобы вам разобраться с муниципальными торгами, вам необходимо выделить хотя бы один-два часа в неделю, то есть это первичное обучение плюс практика, обучение плюс практика, обучение плюс практика, но в воскресенье у нас выходной. Вам этого времени достаточно. Как только вы финансово уже начнете понимать, что все, вы на 100% готовы уволиться с работы, пожалуйста, а то может получится так, что вы уволитесь с работы, а вы абсолютно не собранной, и все. И в этом случае потом вы просто скажете, что ничего не работает, а вы ничего не делали, что вы просто лежали на диване. Такое тоже может быть. Да, то есть давайте я еще раз расскажу по конкретному этапу программы, потому что безумно было много вопросов, несмотря на то, что я говорила, напишите код туда, показала, куда написать, какой код, и все равно были вопросы, как, что. А сегодня мне просто необходимо это повторить, потому что были люди, которые этого не знали. Да, то есть, возможно, кто-то запись не хотел просто пересматривать, и просто писали мне сообщение, на которое я потом открыла, ну, то есть, которое я потом читала, и все пыталась еще раз пересказать. Итак, этап первый – поиск лота. Какой результат мы с вами должны получить? Мы с вами должны узнать, что такое муниципальные торги, по каким законам они работают. Мы должны узнать, что продается на муниципальных торгах, и какие шаги необходимы для успеха. Познакомиться с четырьмя типами главных интернет-ресурсов по торгам и научиться находить выгодные лоты. Далее, этап второй – анализ лота. Вы должны достигнуть, узнать, кто такие организаторы торгов, и научиться с ними работать. И это очень важно, многие стесняются этого делать. Научиться работать профессионально и грамотно запрашивать информацию. Научиться проверять юридическую частоту лота, чтобы запасить себя, а самое главное – своего инвестора, если у вас нет своих уложений. Этап трептий. Выбор стратегии получения прибыли. Вы здесь должны научиться находить свои первые лоты и узнать способы заработка. Узнать, что обязательно проверяют профессионалы, чаще всего пускают из виду новички. Вы получите свою первую электронную цифровую подпись, вы получите ее со скидкой под присмотром нашего аккредитованного специалиста. Вы зарегистрируетесь на электронных цифровых площадках. Список я вам дам, как регистрироваться, я вам также все это покажу. И как устанавливать электронную подпись, также все это будет на этот отдельный урок. Этап четвертый. Участие в торгах. То есть результаты. Вы научитесь готовить пакет документов для участия в торгах, освоите технику безопасности при подаче, подготовите, подадите свою первую заявку на участие в торгах. То есть это уже будет прям практика. Практика на курсе. То есть в течение месяца вы можете уже отбить стоимость своего курса. То есть на примере своих учеников я уже очень много их показывала. Этап пятый. Получение прибыли. Ваш результат. Вы научитесь регистрировать приобретенную недвижимость в Росреест. Сможете уверенно оспаривать неправомерные действия организаторов торгов и узнаете нашу стратегию побед и разработаете собственную. Формат обучения. У нас 6 недель под моим личным руководством онлайн обучения. Да, то есть именно 6 онлайн недель. Вас ждет закрытая группа ВКонтакте для наших с вами коммуникаций. Закрытая платформа для обучения, где расположены все уроки. Нас ждут живые онлайн разборы. Собственные материалы и пособия для обучения, основанные на моем собственном опыте. И плюс вас ждет обратная связь именно от меня. Итого на курсе вас ждет 12 видео уроков по 5 модулям обучения, 8 живых вебинар-разборов, 12 домашних заданий с моим личным разбором и более 40 дополнительных материалов. И самый главный результат 5 всех этих этапов мы получаем пошаговый механизм получения денег. После прохождения курса вы реально получите профессию, которая будет приносить вам удовольствие и хороший заработок. Все материалы и доступ к видео урокам, я напоминаю, остается у вас навсегда. В любой момент сможете прийти, посмотреть, зайти онлайн и пересмотреть. Также вы дополнительно получаете сертификат. Сертификат получают не все, а только те, кто выполнит домашнее задание, плюс пройдет аттестацию. То есть это реально полноценный курс, который не оставит никаких вопросов. У нас есть три формата обучения. Это первый формат, это я сам, я самостоятельный. Это то, что вы делаете самостоятельно, без моей обратной связи. То есть если вы приобретете пакет самостоятельный, то есть в чат мы вас не добавим, и это значит, что в личных сообщениях отвечать я вам смогу, но не всегда. То есть не ждите от меня в течение, например, часа-двух ответа. Нет, двое-трое суток, иногда это бывает 2-3 недели. То есть в зависимости от загрузки я могу дать какой-либо ответ. Сюда у нас входит поиск лотов, анализ лотов, выбор стратегии получения прибыли, участие в торгах, реализация стратегии получения прибыли. Итого вы получите 12 уроков по 5 модулям обучения и более 40 дополнительных материалов. Формат вместе с Юлией, да, то есть мы его назвали вместе со мной. Что сюда входит? Сюда входит все то же самое, что и в пакет самостоятельный. А также сюда входит участие в закрытой группе ВКонтакте, да, где вы сможете писать мне вопросы. 8 живых вебинар-разборов. 12 домашних заданий с моим личным разбором. Безопасный, то есть дополнительный модуль, безопасный выкуп недвижимости с муниципальных торгов. Да, то здесь будет все-все-все про документы, как смотреть, что смотреть, куда смотреть. Да, то есть и здесь он будет намного расширеннее, чем мы на это отведем модуль, чем мы на это, естественно, потратим времени. Плюс дополнительно вы получаете доступ к агрегатору на время обучения, да, то есть это агрегатор Swiss, как с ним работать, на это также у вас будет отдельный урок. Формат индивидуальный вместе с Юлей, да, то здесь вы работаете индивидуально, да, то есть каждый работает именно не в группе, а именно со мной. Сюда входит все то же самое, что и в пакет самостоятельный, все то же самое, что и вместе с Юлей, да, то есть в пакет. А также сюда входит индивидуальный чат, да, то есть вас ждет WhatsApp, мой номер телефона, где вы можете мне напрямую позвонить, либо ВКонтакте написать. Вас ждет личный созвон, где мы с вами прям созвонимся, да, то есть и проговорим. Курс личного коучинга, быстрый старт муниципальных торгов, проверка документов перед участием в торгах. Плюс дополнительно вас ждет модуль арестованное имущество, где вы сможете расширить свои знания и получать дополнительный доход. Вас ждет также модуль работы с долевой недвижимостью, где вы также расширите свои знания и сможете предлагать своим инвесторам больше имущества, да, то есть вот работа с долевой недвижимостью, там самая маленькая конкуренция, потому что люди боятся с этим работать. И модуль договор с сессией. Договор с сессией это то, что, например, вы не хотите оформлять имущество на себя, ну, по какой-то причине, да, то есть вы хотите его перепродать, у вас есть покупатель, вот как это сделать, не оформляя в Росреестре, вот этот модуль закроет ваши вопросы. И доступ к платному агрегатору на время обучения также предоставляется. В чем у нас преимущество нашей практики? То есть вы научитесь искать лоты в интенсивном режиме, научитесь отсеивать лоты на интуитивном уровне, научитесь не стесняться работать с организаторами торгов, разместите свои первые объявления, а самое главное, все это под контролем опытного начальника. Так как вчера многие, ну, это уже было не вчера, я не знаю, почему так получилось, да, так как у нас в четверг последнее было занятие, многие не успели забронировать курс, много писали, что подождите до понедельника, подождите до вторника, вот не придет денежка, да, то есть, ну, я не могу сказать нет, да, то есть такого не будет, пожалуйста. То есть я решила еще раз продлить прям супер бонус и замораживаю цены до среды, да, то есть до 12 часов до среды. Этого времени будет максимально вам достаточно для того, чтобы приобрести пакет. Итак, у нас есть стоимость курса. Стоимость курса какая? Пакет самостоятельный. 14 900 вместо 24 900. Всего 4 места осталось, да, то есть 4. Больше мы, к сожалению, взять не можем. Вместе с Юлией стоимость 17 900 вместо 32 900 рублей. Всего осталось 2 места. Успевайте, да, то есть самый такой интересный пакет. Индивидуальный вместе с Юлией стоимость 51 900 вместо 89 900 рублей. Всего осталось 1 место, да, то есть пишите. Чтобы получить дополнительный бонус и информацию на курсе, что необходимо? Вам необходимо написать код 505, и действует он до среды 23 59. Куда писать? Давайте перейду и покажу, да, прям, куда зайти и написать его. Заходим, нажимаем написать сообщение, вводим код, и нам автоматически приходит, да, то есть данное сообщение от нашей группы. То же самое, если вы находитесь в мобильной версии, то есть у вас есть сообщение, нажимайте написать сообщение. После отправки кода вам придет сообщение с ссылкой на подробности о курсе и возможность забронировать место или оплатить полное участие. Внимание вам могут писать мошенники, предлагать скинуться, предлагать варианты инвестирования, предлагать курс дешевле, либо переводить деньги на карту. То есть мы принимаем оплату только через наш сайт. Вам приходит реальный чек об оплате, мы работаем через онлайн-кассу. Здесь очень важно, что мы пишем только от официальной нашей группы, да, то есть реальный бизнес на муниципальный торгах. На карту, на Киви, на Яндекс.Деньги мы ничего не переводим. После оплаты напишите в сообщении группы ВК, да, то есть для подтверждения оплаты, для того, чтобы мы вас могли зафиксировать. И сейчас мы постепенно переходим к рубрике по традиции уже вопрос-ответ. Итак, Людмила Юлева, умница, спасибо. Так, после обучения доступ к курсу вы закрываете? Нет, мы не закрываем, он остается с вами навсегда. Ну, то есть как минимум на один год он на 100% остается с вами, данный курс, для того, чтобы вы могли зайти его и пересмотреть. Просто как показывает практика, как показывает статистика, в принципе, по истечению 3-4 месяцев уже никто его не пересматривает. Те, кто работает, уже нарабатывают опыт, а те, кто, ну, не хотят работать с торгами, да, то есть они просто закрывают. Итак, Сергей, Юля, такой вопрос. После выигрыша лота заключение договора купли-продажи в электронном виде. Дальше проблем не будет при регистрации, так как он будет помогать. Смотрите, у вас электронная цифровая подпись, да, вот эта вот, она аналог вашей ручной подписи. И помимо того, что вы идете в МФЦ с договором купли-продажи, у вас еще есть акт приема-передачи. Если вы покупаете у муниципалов, там они вам еще вот такую стопку документов готовят в течение 30 дней, которые вы приносите. И, в принципе, это никогда не была проблемой, что вы заключили договор. Да, то есть вот эта вот флешечка. Потом все сделали оплату и уже перед регистрацией в МФЦ вы просто поставили там свою подпись, да, то есть по доверенности. Прямо-прямо в МФЦ вы можете попросить, что давайте заключим такой договор. То есть здесь проблем никаких нету. Александр. Это прямо обязанность подготовить все доки, пригласить покупателя в МФЦ. Вы ничего не готовите. Все документы, именно все документы на передачу готовит организатор торгов. От вас нужно проконтролировать, чтобы ваш клиент, да, то есть когда вы заключили договор, чтобы он именно, да, то есть внес денежку в срок вовремя. Так, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, в торгах по арестованному имуществу в случае подачи одной заявки отдадут лот единственному участнику. Нет, не отдадут. Не отдадут на 100%, потому что это что по 102, что по 229 федеральному закону. Не отдадут. Итак, коллеги, у нас находится в чате, вот у нас было 42 человека, сейчас пока это, да, то есть рассказывал вам о ценах, о том, что нас ждет на курсы. У нас 20 человек, ну не 20, а 12 человек вышли с эфира, да, то есть что это значит? Это значит, что ушли самые слабые, то есть люди, которые, те, которые пришли только за информацией. И я так думаю, что это те люди, которые мне писали в группах и говорили о том, что скиньте мне вот это, скиньте мне вот это и дайте мне вот это, вот это, вот это, да, то есть я считаю, что те, кто здесь остался, вам это действительно интересно, вам это действительно надо, вы хотите менять свою жизнь И вы будете менять свою жизнь к лучшему Вчера у нас был день влюбленных То есть многие поздравляли Но все-таки у нас более мужская такая аудитория Многие поздравляли своих любимых женщин С этим днем Валентина То есть признавались всем в любви Ну, скажем так, были романтические вечера Я от многих знакомых Безумно слышала, что Ой, день святого Валентина Ой, такой праздник, мы его не отмечали Мы это не то, мы это не то А почему мы его не отмечали? Да, то есть когда начинаешь более углубляться Да, то есть задавать им какие-то вопросы Что они говорят о том, что Ой, мне зарплату не дали, я ничего не купил Потому что у меня нет денег Ну какой-то праздник, вот Новый год это праздник А день святого Валентина нет А мне очень стало так интересно Да, то есть почему мужчины Не могут позволить себе заработок Да, то есть для чего мы вообще находимся Причем все те же самые знакомые Приходят ко мне, да, то есть Я хочу заниматься торгами Научи меня, что мне делать, да То есть естественно мы все проходим через вебинары Я говорю, я никому исключительно Ничего индивидуально не буду объяснять Пожалуйста, приходите Пожалуйста, смотрите Если вам понравится Вы можете купить даже бесплатно Я ничего никому не даю Чтобы вот сюда на шею мне не садились И вот эти люди, да То есть которые ни разу не пришли на мой вебинар Ничего не посмотрели, да То есть и сейчас что я вижу Какую картину о том, что они даже не могут позволить Пукет цветов за тысячу рублей своей любимой женщины И мне от этого очень так грустно и печально Почему? Потому что у них есть такая возможность, да То есть находиться рядом со мной Задавать мне какие-либо вопросы лично Потому что это мои друзья знакомые, да То есть на этом делать свой заработок И делать свой бизнес Но тут по какой-то причине Они этого не делают Я надеюсь, что здесь у нас осталась аудитория Только так, которую думают исключительно головой, да То есть не надеется ни на какую зарплату, ни на что А знает, что от жизни надо И поэтому берет, будет брать и делать Так Сергей, Юля Почему муниципальные лоты, как недвижимость автомобиля Дешевле, чем на торгах по банкротству? Машины по низкой цене соответствуют действительности машины Или там один хлам за такую цену? Сергей, смотри-ка, для того, чтобы нам в реальности определить В каком состоянии автомобиль Либо в каком состоянии недвижимость То есть нам необходимо запросить отчет оценщика Если в отчете оценщика написано Что в автомобиле в таком состоянии Да, то есть оно действительно так оно и есть Да, то здесь надо смотреть В банкротстве на машины Там просто огромная конкуренция, да Там, в принципе, я вот сколько участвовала в автомобилях Я, по-моему, ни разу не выиграла Да, то есть именно в банкротстве Поэтому в банкротстве с автомобилями не работают Во-первых, там уходит даже выше рынка Бывает по рынку Плюс большая конкуренция Так, Иван, подскажите На прошлой неделе оплатил бронь Что и как дальше? Иван, значит, вам должны в группе прямо написать Что и как дальше С вами обязательно свяжутся Да, то есть, ну, видим По какой-то причине просто немножечко Были выходные, еще пока не написали Курсом не переживайте Курс у нас старт идет 22-го числа То есть 22-го февраля До этого времени с вами обязательно свяжутся И все расскажут Как, зачем, почему Естественно, выйдут вам пароли Там, ну, я не знаю, добавят вас в чат Я так думаю Так Так, Сергей Практически все авто муниципалов Имеют нулевую балансовую стоимость А ее начальную цену определяет оценщик Он тоже анализирует цены лота По автору Цена все-таки будет По низу рынка Денис, смотрите Помимо того, что у нас По низу рынка цена будет Нам надо понимать, что там у нас Бывают недочеты Которые оценщик также убирает Да, то есть он с цены это убирает Так, у авто муниципалов Часто списаны По цене металла Практически продают Все верно Иван, если что, к вам можно обратиться Если по поводу выкупа имущества Можете написать мне в группе Да, то есть Либо, например, найти лот И я дальше подскажу вам Что-либо, что делать Либо мы с вами договоримся О выкупной цене Да, то есть за сколько Я приобрету для вас данный объект Данный лот Ну что, коллеги Я думаю, что вопросы Ну, в принципе, вопросы у нас Заканчиваются, да То есть я вижу, что еще Некоторые пишут То есть буквально еще На три вопроса отвечу И мы будем с вами завершать Да, то есть у нас в эфире Находится 26 человек Я посмотрела по спискам, да То есть кто-то пишет Свои фамилии Большинство здесь у нас Это те, кто либо забронировал курс Либо те, кто его оплатил Соответственно, вы хотите Менять свою жизнь И здесь очень круто Я очень рада, что вы находитесь Пять дней со мной в эфире Потом пересматриваете записи И я могу на вас положиться И вам, в принципе, что-то От этой жизни надо Да, то есть ваша жизнь Зависит только от вас Ни от меня Ни от бабушки в деревне Ни от кого Да, то есть Помоги себе сам Сделай свою жизнь лучшей И жизнь своей семьи Итак, коллеги Сегодня наш бонусный урок Подошел к концу Да, то есть были у нас Не все приглашали Мы реальнее всех Только некоторые Кто выполнил Либо все условия Либо какую-то маленькую часть Хотя бы условия Да, ну как маленькую Хотя бы 50% Если вдруг я не ответила На ваш вопрос Напишите в группе вопрос Я, естественно, на него отвечу Да, то есть Как только я его увижу В ближайшее время Рада была сегодня Всех вас видеть С началом рабочей недели Вас У кого плюс 4 По московскому времени Да, то есть Хочу вам пожелать Спокойной ночи Так Сейчас на вопрос Отвлекусь, Сергей На каком модуле Мы получим файловые документы Чтобы можно было Файловые документы У нас идут Если я не ошибаюсь На Так У нас Если по урокам То это примерно Урок 5 Да, то есть По урокам Если это по модулям То это 2-3 модуль Да, то есть Это На 2-3 неделе Вы уже получите Все шаблоны документов Чтобы вы можете И в принципе У нас уже будет Сразу практика Вы можете этим всем Воспользоваться Без проблем Итак Я остановилась на том Что я готова Находиться с вами В эфире 5 дней Вы классные Вы позитивные Видела, что Многие уже записались На курс Поэтому я не буду Стратить много времени Да, то есть Я вижу, что люди Те, которые берут И делают Они просто приходят На марафоны Смотрят И уходят С какой-либо Информацией Да, то есть Ничего не делают Оплатить можно Частями Если вдруг У вас есть вопросы Вы можете Еще написать И в группе Итак Всех с началом В рабочей неделе Всем Пока-пока